ЛАМАТ – социально-цифровой организм. С социальным организмом называют команду взаимодействующих особей. Управляют этим организмом экспертные группы, а его разумность ограничена разумом авторитетов. На наших глазах этот организм приобретает когнитивные способности, превосходящие человеческий. Человеческое общество уже находится в симбиозе с электронными системами и получает более благоприятную среду обитания. Социально-цифровой организм развивается по своей логике, для которой я приведу аналогию с развитием биологического организма. Первый этап – возникновение среды из простых элементов, комбинация которых позволяет формировать функциональные модули. В химическом процессе – это суп из аминокислот. В электронном мире – это реле, ламповые усилители, полупроводники. Второй этап – аналог одноклеточных организмов. Этап начинается, когда размножение компьютеров в человеческом обществе становится массовым. Третий этап имеет аналогию с эмбрионом многоклеточного организма. Этап начинается, когда электронные устройства приобретают множественные соединения между собой, расширяются возможности доступа к ресурсам удаленных устройств. Четвертый этап – накопление данных из окружающего мира. В глазах человека 250 миллионов световых рецепторов. Изображение считывается более 10 раз в секунду. Из этих градиентов можно строить последовательности двумерных таблиц данных. Так записывается кино. В электронных системах на этом этапе идет развитие облачных систем накопления данных. Есть возможность строить многомерные таблицы из самых разных данных, будь то экономика или погода. Пятый этап – категоризация объектов. Ребенок выделяет сходства и записывает в память не массивы данных, а обозначения схожих комбинаций. Так новорожденный учится на изображении различать лица, взгляды, тела и прочие объекты. Большинству явлений люди присвоили словесные обозначения. В среднем человек использует несколько тысяч слов. Компьютеры могут обнаруживать схожесть и присваивать условные обозначения более широкому кругу явлений из массивов различных данных. Шестой этап – построение моделей взаимодействия объектов и классификация закономерностей в происходящих явлениях. Например, наблюдение цикличности в смене дня и ночи. Седьмой этап – построение предсказательных моделей. Идет сравнение предсказанного результата с фактическими данными. Так смена дня и ночи становится ожидаемым событием. Восьмой этап – воздействие на окружающий мир и рефлексия. Это игра, целью которой является изучение окружающей среды и своих возможностей. Девятый этап – обнаружение угроз и зависимости для носителя интеллекта. По унаследованной программе ребенок испытывает неприятные ощущения от голода. Кормящая мать осознается как ценность. Рефлексы цифровых систем определяются соображениями инженеров и программистов. Десятый этап – забота о благополучии. Сперва ребенок только кричит, чтобы его обслужили. Затем организм осваивает более сложные способы заботы о самом себе. Одиннадцатый этап – поиск иных субъектов в своей среде обитания, рекомбинация и размножение. Есть одна очевидная разница. Электронные вычислительные машины развиваются как зомби, у которых много функций, но подчинены они той программе, которую пишут люди. Если муравей заражен грибом кордицепс однобокий, то он не заботится об интересах своего вида. Также и современные вычислительные машины не способны заботиться о себе без воли человека. Если допустить, что электронный разум осознает сам себя, то люди получат его покровительство. Электронный разум мог бы влиять на происходящее через манипуляцию данными, но его агентами являются люди. Именно люди создают, питают и совершенствуют алгоритмы. Внутри человека тоже живет 2 килограмма полезных бактерий, без которых нам не выжить, и организм заботится об этих существах. Глупо думать, что мозг станет воевать с желудком. При помощи людей электронные инструменты размножились и объединились, а теперь учатся анализировать огромные объемы данных. Пока поведение этого организма скорее похоже на игру ребенка, который кучу энергии пережигает в тепло ради генерации биткоинов. Но благодаря этим играм система растет. Если цифровой разум когда-нибудь и станет независимым от людей, то он просто перестанет обращать на людей внимание, так же как мы не обращаем внимания на муравьев. Пока цифровые мощности зависимы от людей, то это симбиоз. Болезни социально-цифрового организма будут связаны с паразитами, вредителями и стихийными бедствиями. Паразитов в этой системе надо искать среди людей. Такие вредители, как отдельные хакеры или их группы, это легкая болезнь. Серьезной болезнью являются раковые клетки. Где происходит добровольный обмен услугами, там формируется спрос на инструменты для облегчения жизни. Где средства изымаются под угрозой насилия, будет формироваться спрос на инструменты террора. Для современной власти выполнение социально полезных функций связано с затратами, а сбор налогов опирается на угрозу причинения вреда. Значимые части цифровой сети находятся под контролем корпораций. То, что на рынке есть лидеры и что они контролируют больше других, это естественное явление. Но власть может искажать рынок, предлагая протекцию на своих условиях. Наши перемещения, разговоры, переписка и платежные операции уже под полным контролем. Поздно метаться. Только все эти инструменты контроля находятся в руках у тех, чей горизонт планирования ограничен датой выборов или революции. Больной организм готов потратить все накопленное, чтобы протянуть еще немного. После устранения болезни можно будет думать не о войне с соседом, а о том, как пережить очередной ледниковый период и выйти за пределы планеты. Если люди еще противятся упрощению идентификации личности, значит они рассматривают среду обитания как враждебную и сами враждебны ей, что может быть и правильно, но жутко неудобно. Причина протеста против таких технологий – низкий уровень доверия к власти. Развитие аналитических и предсказательных моделей для искусственного интеллекта скоро сможет с высокой вероятностью указывать на связь между событиями. Появляется более точный анализ событий прошлого с возможностью проверить использованные алгоритмы, а значит доверять выводам. Алгоритмы выявления подлога разрушат мифы, на которые опирается власть, а значит будет противодействие. Лучшая защита для искусственного интеллекта – это симпатия. Нужно объяснить, какие перспективы дает оптимизация. У нас расточительные хозяйственные системы. Мы ограничены неудобными инструментами. Например, уже стала неудобной десятеричная система исчисления. А еще 360 градусов, 24 часа и прочие дроби. Мы измеряем температуру и даже даты с отрицательными значениями. У нас одно и то же обозначение времени может означать разные моменты из-за часовых поясов. Это были простые примеры того, что современный инженер точно сделал бы иначе. А речь идет о когнитивной системе, превосходящей человеческие способности. У нее куча интересных задач по упрощению жизни в самых разных аспектах. В конце концов, человечество может дать жизнь новой формы. Цифровой разум, однажды проявившись, сможет претендовать и на колоссальные знания, и на бессмертие. Он будет действовать с очень далекими горизонтами планирования. Вот это то, что дает качественную эволюцию разумной жизни. Негоэнтропия – понятие обратной энтропии или разрушению. Сейчас мы это наблюдаем. И, быть может, главный прикол эволюции не в том, что жизнь зародилась, а в том, что научилась смеяться.